Всем привет! В этом видео будет рассказано о временных решениях проблем, связанных с запуском Neon Noir Benchmark. Для тех же, кто случайно попал сюда, хочу сразу предупредить, здесь не будут рассматриваться какие-то общие вещи и понятия, так или иначе необходимые для запуска любого приложения, или что-то другое, что не касается темы. Хотя, насколько я понимаю, людям уже вообще не интересны ролики о том, как запускать Windows приложение на Linux в любом случае. Но, тем не менее, я должен был прояснить этот момент. Также я объясню только саму суть того, что необходимо сделать без привязки к какой-либо среде управления Vine. Но это не должно быть хоть скольще честные проблемы для тех, кто не вчера начал пользоваться Vine и Linux. Собственно, впервые я узнал про этот бенчмарк на канале Михаила, и с тех пор используют это как тестовое приложение от CryEngine. Ссылку на этот ролик я оставлю в описании. Однако, там нет инструкции о том, как запускать этот бенчмарк на любой, более-менее работающей, конечно, сборке Vine. А иметь такую возможность очень важно, ведь на производительность могут влиять разные версии ядра, драйвера NVIDIA или MESA, DXVK, сборки Vine и так далее. А с помощью такого бенчмарка возможно хоть как-то замерить и судить о влиянии замены одного или нескольких компонентов из подобного списка. Первое, что понадобится, это аккаунт в магазине CryEngine, на который необходимо будет бесплатно добавить Neon Noir, а далее установить фирменное приложение, которое уже и позволит скачать этот бенчмарк. С самой установкой трудностей быть не должно, но при его запуске возникает первая проблема. Этот лаунчер приложения основаны на C и F, хотя в простонаречии люди обычно условно называют это очередным браузером. На стороне Vine есть неизвестная и довольно старая проблема с некоторыми подобными приложениями. На данный момент обходным путем является отключение одной из библиотек OpenGL внутри префикса или отключение аппаратного ускорения отрисовки. Однако не все приложения дают доступ к этой опции, а отключение библиотеки внутри префикса вместо безопасного падения в софтверный режим может иметь жесткую привязку к проверке файла и поэтому может просто крашиться, если не найдет его в префиксе. Но это всеобщая информация, следить за состоянием проблемы можно на официальном трекере проблем Vine, ссылка будет в описании. К счастью, в нашем случае запрета библиотеки в префиксе будет достаточно. Сделать это можно с помощью переменной среды, обычно это удобно, если надо быстро запустить приложение один раз. Для работы на постоянной основе предпочтительно добавить запрет библиотеки Vine KFG. Большинству пользователей это окно должно быть знакомо, но в разных средах управления Vine оно вероятно называется по-разному. После этого действия можно авторизоваться в launch или скачать бенчмарк, так же как это было бы на Windows. Однако при попытке запуска самого бенчмарка мы столкнемся со второй проблемой. Если снова немного поверхностно коснуться сути проблемы с помощью вывода терминала, то окажется, что плагин бенчмарка, очевидно связанный с подсветкой на устройствах Razer, жалуются на нехватку одного файла, который входит в поставку VC Runtime 2015. Но устанавливать весь пакет, что заменит эти файлы, которые нет необходимости трогать, не обязательно. Более того, иногда целенаправленно хотят протестировать работу компонентов Vine, а не библиотек от Microsoft. В общем, как временное решение, с помощью этой команды Vine Tricks устанавливаем только действительно необходимые в данном случае библиотеки. Но убедитесь, что не используется слишком старая версия Vine Tricks, иначе последний еще ничего не будет знать об этой команде. Следить за состоянием этой проблемы можно также на официальном трекере проблем Vine. Ссылка также будет в описании. В целом на этом все. Есть только две проблемы, для которых необходимо временное решение. Поэтому это все, с чем вы должны столкнуться на данный момент. От себя могу добавить, что лаунчер нужен только для скачивания, но уже несколько лет я делал тесты с этим бенчмарком, так что мне приходилось создавать префикс данного много раз. Поэтому я нашел удобным переносить в новый префикс только папку с файлами самого бенчмарка и запускать его напрямую без установки лаунчеров в префикс. Более того, обновлений что-то меня еще в бенчмарке быть не должно, но разве что добавят поддержку еще какой-нибудь очередной подсветки. Но на всякий случай я использую этот способ с простым копированием еще и для гарантии того, что файлы бенчмарка останутся точно такими же, какими они были несколько лет назад. На этом теперь точно все. Всем удачных тестов.